Если у вас есть теплица, то обязательно два раза в год, весной и осенью, нужно проводить ее дезинфекцию, чтобы избавиться от вредоносных бактерий в этой самой теплице. Сэндезид садовой 6% агромира эффективно устраняет патогенную микрофлору в вашей теплице, другими словами, он для обеззараживания теплиц. Мы с вами не можем поменять почву в теплице, давайте в этом признаемся, мы не можем. Но оздоровить в теплице почву с помощью сэндезида мы можем. И тогда мы будем вновь и вновь высаживать в теплице овощи, не боясь патогенной флоры. Итак, как же произвести обеззараживание теплицы? Берем 1 литр сэндезида садового 6% агромира и выливаем все содержимое бутылки в ведро. Затем добавляем литр обычной воды, и вот у нас уже готов 3% раствор сэндезида, которым мы с помощью садового распылителя обрабатываем поверхности теплицы. На обработку 1 квадратного метра теплицы уйдет 150 мл готового 3% раствора сэндезида. Если же вы будете протирать поверхность, а не распылять, то тогда на 1 квадратный метр понадобится 200 мл раствора. Обработали? Оставьте теплицу на час, за это время все поверхности очистятся от бактерий. Через час проветрите теплицу и можете смело высаживать свои теплолюбивые овощи. Кстати, если вы выращиваете виноград, или, может быть, увлекаетесь выращиванием земляники, то наверняка бережете свой урожай от серой гнили. Это такая болезнь, которая особенно любит поражать землянику, да и винограду от нее крепко достается. А если вы выращиваете томаты, то ваши томатики вы особенно оберегаете от фитофтороза. Это заболевание растений, которое видно сразу. Вот посмотрел на помидоры, и сразу видно, это растение заражено фитофторозом. Понятное дело, если ваши растения заражены, их нужно лечить. А если они еще не заражены, в этом случае их нужно обработать профилактическим средством, чтобы они не заболели этой самой серой гниью и фитофторозом. Не зря у меня в руках сандезит садовый 6% агромера. Это дезинфицирующее средство, лекарство и удобрение. Сандезит садовый борется с серой гнилью, паутинным клещом, пятнистостями, фитофторозом, ложномучнистой росой и паршой. Этот препарат также борется с плесенью в жилых и хозяйственных помещениях. На этой бутылке, приглядитесь, подробно написано, как приготовить раствор для обработки погребов от плесени. Но мы сейчас приготовим лекарственный раствор для ваших растений, чтобы они никогда не заболели фитофторозом и серой гнилью. Берем ведро, добавляем в него 3 литра воды и выливаем в это же ведро 1 литр сандезида садового 6% агромера. Все. Получаем 4 литра готового 1,5% раствора сандезида. А теперь вы зачерпываете 150 мл этого раствора. Это примерно полстакана. И поливаете им 1 квадратный метр вашей почвы. Вторым стаканом, в котором также 150 мл этого раствора, вы поливаете второй квадратный метр почвы. И таким образом исчезают все болезнетворные и гнилостные бактерии в этой самой почве. А теперь в эту обеззараженную почву вы можете совершенно спокойно высаживать землянику, томаты, и никакая гниль, и им будет не страшно. Сандезид садовый 6% агромера можно использовать и для регулярного полива. Для этого потребуется добавить на 1 литр воды всего 2-3 капли 3% раствора сандезид садовый. 3% раствор сандезида вы уже знаете, как делать. Литр сандезида 6% смешиваем в ведре с литром воды. Вот и получился 3% сандезид. Полив сандезидом активирует гармоничное развитие и рост растений и рассады. Значительно улучшает состав почвы, обогащает кислородом, увеличивая количество доступных для растений питательных веществ и микроэлементов в почве. Сандезид садовый 6% агромера эффективно устраняет патогенную микрофлору.